Пик паводков в Казахстане пройден, но в западно-казахстанской и восточно-казахстанской областях сохраняются риски. Если на западе страны-половодья на реке Жаик не прекращается из-за сбросов Сариклинского водохранилища России, то на востоке из-за интенсивного таяния снега в горах. Эльмира Ержанова с подробностями. В Атрау и Уральске продолжают укреплять берега реки Жаик. Уровень воды может подняться из-за сбросов со стороны Оренбургской области. На сегодня 4 водохранилища Урала-Кушумской системы наполнены на 86%. Сброшенная из-за реклинского водохранилища Российской Федерации вода проходит по территории нашей страны. Большой объем проходит по руслу реки Жаик через Уральск. Всего во время спасательных противопаводных работ задействовано свыше 32 тысячи человек и 4 тысячи единиц техники. На востоке страны с 23 по 26 апреля объявили штормовое предупреждение из-за интенсивного снеготаяния в горах. Вода может переполнить реки. В регионах, где пик паводков пройден, ликвидируют последствия. В Ак-Тубе прибыло 9 вагонов гуманитарной помощи из Таджикистана. 240 тонн цемента, 60 тонн гвоздей, 70 тонн лесоматериала, шифер, а также питьевая вода. Оказывают нам помощь военные для выгрузки вагонов. Стройматериал будет использован во всех районах, где был паводок. Кроме того, пострадавшие могут рассчитывать на помощь в восстановлении предметов быта, мебели, бытовой техники, средств водоснабжения и отопления. Стоимость имущества не должна будет превышать 150 МРП или 553 тысячи тенге. Заявление об ущербе можно подать онлайн через ЕГОФ Мобайл, а посредством портала Холдау ГОФ КИЗ отслеживать его продвижение. Там же можно узнать, какие доступны компенсации и кому их предоставляют. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Информбюро, Актубе.